приветствую вас и вот какая ситуация получается по смыслу инвалидность человека означает что ему требуется как правило помощь в осуществлении своих необходимых жизненных потребностей и для того чтобы человек мог жить полноценно соответственно привилегий для инвалидов исходит в первую очередь из того по крайней мере по смыслу чтобы уровень жизни этих людей не падал вследствие того что они остаются без помощи людей физических здоровых соответственно этим обусловлен тот факт что это например инвалид остается без без попечения своих близких людей допустим родителей опекунов то направляется в дом инвалидов или в другое учреждение почему потому что считается что такой человек сам себя обеспечить не может ему нужно помнить соответственно если вы такие такие проблемы не испытывает вы вот хотите жить отдельно и вы не испытываете таких проблем что тогда безусловно а это означает чтобы работать что вы работаете обеспечиваете себя и тогда тот факт тот факт что вы работаете свою очередь значит что вы себя обеспечивать и являетесь обладаете определенным уровнем платежеспособности платежеспособность если она у вас является декларированный то есть если у вас официальное трудоустройство и так далее означает что вы можете также взять кредит да кредит вам дадут неохотно да могут возникнуть проблемы с получением кредита но при предоставлении всех необходимых данных и бумаг кредит вы получите если у вас есть работа если это работа стабильно если вы получаете определенный доход то кредит вам дадут другое дело что брат всего или не брат это вопрос достаточно сложно но не мне его в данном случае вам решать а могу сказать только то что при наличии вот этих вот условий которые были описаны мной вы имеете полное право кредит взят и соответственно получи ну и на него получит вашу площадь если говорить о квартирных привилегиях то здесь кто-то заключается вот в чем по закону но по закону насколько я знаю не федеральному а закону региональному той зависимости от того где вы живете где вы проживаете вы имеете право обмена жилплощади своей на жилплощадь аналогичную в доме но в которой строится на первом этаже еще раз повторю это не федеральное законодательство где то это есть где то этого нет нужно уточнять в органах социальной защиты там вам об этом расскажут более подробно в основном государственная политика такова что живущий отдельный инвалид от родителей и от своих опекунов должен предоставить все доказательства того что он способен жить отдельно жить один противном случае будет принято решение о собственно перенаправлении его в и потому вашу проблему нужно решать последовательно первое это проработать значит имеют имеется ли у вас возможность молодым человеком жить отдельно то есть сможете ли вы это физически если сможете то насколько у вас упадет снизится уровень жизни если он упадет достаточно сильно и здесь важно не ваше субъективное мнение а мнение именно экспертов со стороны людей то в таком случае лучше не обращаться в органы и какие-либо государственные структуры потому что при выявлении этого вас просто могут либо направить обратно к родителям либо стоишь хуже в детский дом дом инвалидов и дальше после того как вы эту проблему решите проблему доходу важно ходу достаточно стабильным для того чтобы вы могли предоставить банку сведения о том что вы платежеспособны и кредит заемщика на ее надежный заемщик потому что кредитор при отсутствии надежности заемщика кредит не выплатит и дело здесь не в том что вы инвалид а дело в том что кредит не выплатит не выплатит всем кто не является надежным для этого вставляется правка доходов и значит и иногда снилс и прочее вот примерно так вам нужно двигаться при отсутствии вашей цели ну а дополнительной информации именно по юридическим вопросам вам нужно все таки обратиться именно туда у нас такой раздел юриспруденция на сайте есть задать свой вопрос там и вам ответят более подробно со ссылками на современный законодательный акт а если вопросы по психологии появятся обращайтесь в личку помогу вам отвечу на все ваши интересующие запросы если вам понравился мой ответ пожалуйста сделайте его лучшим буду благодарен пока желаю вам всего доброго и удачи